Здравствуйте! Здравствуйте! Чем запомнилась уходящая неделя, расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Смотрите в выпуске. Погода ушла в минус. В крае действуют два штормовых предупреждения. Синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 40-45. И есть стать в строе. 860 призывников из Алтайского края на этой неделе отправились служить в армию. 10 из них войдут в состав президентского полка. По новому мосту. В Калманском районе завершили строительство нового моста через реку Яраска. На строительство из краевого бюджета выделили более 33 миллионов рублей. Аномальные морозы в ноябре стали главной темой на этой неделе. В крае действует два штормовых предупреждения. Синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 40-45 градусов. Кроме того, в Барнауле объявлен штормовый прогноз из-за накопления смога, висящего над городом. Концентрация сажи превышена и в городе Бийске. Виной этому безветрия и морозы. Мороз уже нанес удар по городскому транспорту. Всю неделю жители жаловались на плохую работу общественного транспорта, который ходил редко и был переполнен. Зато некоторые службы такси, по словам очевидцев, подняли плату за свои услуги почти в два раза. На прошедшей неделе в Алтайском краевом законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту краевого бюджета на следующий год. Каким будет бюджет следующего года, обсуждали чиновники, депутаты и представители общественности. Напомню, что предварительное обсуждение законопроекта предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и Алтайского края. Участники слушаний рассмотрели прогноз социально-экономического развития края на 2017 год и на период до 2019 года, а также основные характеристики проекта краевого бюджета. Так, общий объем доходов краевого бюджета в следующем году увеличится. Прогнозируется, что он вырастет до 72,5 миллиардов рублей. Часть средств пойдет на развитие экономики, в частности на поддержку сельского хозяйства. Отметим, в сложных экономических условиях помощь государству алтайским аграриям не сокращена, а поддержка стратегически важных отраслей сельского хозяйства сохраняется. Также сохраняется социальная направленность бюджета. Сохранятся все виды, основные виды социальной поддержки, не по каким не предполагается их отмена, сокращение, либо изменение. В целом они составят в 2017 году практически 19 миллиардов рублей. У нас предусмотрено увеличение фонда оплаты труда в течение 2017 года на 5%. Основные параметры бюджета депутаты утвердят через неделю. В окончательной редакции главный финансовый документ края планируется принять в середине декабря. Кстати, в 2017 году на зарплаты бюджетников выделят на 5% больше средств, чем изначально планировали в 2016. В денежном выражении это более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-губернатор, представитель Краевого финансового комитета Владимир Притупов. Этой суммы хватит, чтобы поднять зарплату не только тем, кто получает минимальный размер оплаты труда, но и тем, чьи зарплаты больше. В Калманском районе в селе Калистратиха завершили строительство нового моста через реку Яраска. На строительство потратили более 33 миллиардов рублей из краевого бюджета. Мост стоит на болотистом месте, поэтому конструкцию сооружали с применением особых технологий. Мост будет служить не менее 20 лет, обещает подрядчик. На 2017 год планы большие относительно прошлых лет. Стройка у нас планируется на, так скажем, 13 объектов по строительству будет. По ремонтам у нас планируется 11 объектов и капитальный ремонт 4 объекта. То есть это у нас распределено практически по всему краю. Мы где-то строим, обязательно ремонтируем мостики. На этой неделе ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнили 860 призывников из Алтайского края. 10 из них войдут в состав президентского полка. Подробности в нашем сюжете. Кремлевский полк – элита российских войск. За все время его существования службу в нем прошли более 300 человек с Алтая. Очередные 10 юношей прибудут в столицу России уже завтра. Один из них, Роман Губанов, признается, решил всю жизнь связать с военным делом. О президентском полку мечтал и до последнего не верил, что попадет. Был очень многоступенчатый отбор. То есть у нас в местных военкоматах отбирали, здесь потом очень много. То есть мы до конца не знали, кто пойдет. Мы прибыли на отборный функт, нас здесь два дня продержали. Только потом вечером сообщили. Прямо с волнением так вызвали нас, 10 человек. Помимо будущих военнослужащих президентского полка, в торжественном построении на плацу приняли участие и представители других так называемых элитных родов войск. Сегодня у нас как раз были представлены различные рода войск. По значимости это и президентский полк, и спецназ, и главный разведуправление, и спецназ, и национальные гвардии, представители дивизии особого назначения московской тоже. Ну и кроме этого, как Владимир Анатольевич сказал, молодой вид вооруженных сил – это воздушно-космические войска. Всего из Алтайского края в ближайшие два дня ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнят 860 человек. Почти всем предстоит нести службу в центральной части страны. Дмитрий Бутков, Антон Скаль, Сергей Седых. Новости. Напиток из морской капусты и киви, а также овсяно-брусничный кисель со свеклой. Все это готовят на Алтае. Специалисты технического университета запатентовали новую линейку полезных киселей. Напитки попробовали и наши корреспонденты. Несколько ложечек кичменной муки, натираем свеклу и варим ее вместе с брусникой. Это не рецепт похлебки горяповара, а самый настоящий кисель. Несомненно, вкусный и очень полезный, уверяют специалисты Алтайского государственного технического университета. Смогли сделать практически невозможное – разработать новые рецептуры десерта, которым уже более 7 тысяч лет. У нас есть на ржаной муке кисель с морковью, есть на овсяной муке кисель с использованием морской капусты и киви. Также есть кисель с шиповником. Но основа всех киселей – это мука зерновых культур и отсутствие полной крахмала. Особенность именно этого напитка – здесь вместо крахмала используется мука зерновых культур. Богатая витаминами и микроэлементами, она является главным крестерообразующим компонентом. Помимо киселя, специалисты занимаются и другими рецептами. У нас много разработок на кафедре. У нас разрабатывают сыры, кисломолочные продукты и разрабатывают пельмени. Готовый отвар можно охладить и через некоторое время он готов к употреблению. Впрочем, гурманы могут пить его и горячим. Сейчас мне наливают ячмен на брусничный со свеклой кисель. Технологи меня заверили, что он по своей сути рецептуре уникален. Таких напитков по меньшей мере шесть видов. Остается только надеяться, когда они попадут на прилавки наших магазинов. Никита Ермаков, Анатолий Фукс. Новости. Вкусно. Оставайтесь с нами и вы узнаете. Дед Мороз в Барнауле. Почти 700 детей, принявших участие в краевом конкурсе «Волшебные часы Деда Мороза», получили подарки от главного волшебника страны. Юбилей классика соцреализма. За 40 лет он снял 17 фильмов. Многие из них стали классикой. Нашему земляку, известному кинорежиссеру Ивану Пырьеву, на этой неделе исполнилось бы 115 лет. Картины на стенах. Настоящую галерею в подъезде обычной хрущевки создала художница из Испании. Наша землячка Ирина Шутова-де-Парра. Кому-то аномальные морозы только на пользу. В Барнаул приехал настоящий Дед Мороз. Главный зимний волшебник на этой неделе отметил день рождения в Алтайской резиденции. Подарки получили почти 700 детей, принявших участие в краевом конкурсе детского творчества «Волшебные часы Деда Мороза». Каждый день с 19 ноября по 14 января Дед Мороз будет ждать барнаульцев и гостей города на новогоднюю световую сказку. По традиции волшебник приехал вместе с внучкой Снегурочкой и друзьями, снеговиками и обитателями леса. Сколько ему исполнилось, дедушка не помнит, но подсчитал. Ему уже больше двух тысяч лет. На сколько лет я выгляжу, столько лет мне и есть. Да давно я счет потерял. Добрался-то хорошо, собаки вон помогли. Специальные утепленные маламуты называются. На упряжке прям домчали мигом. Известному кинорежиссеру Ивану Пырьеву на прошедшей неделе исполнилось бы 115 лет. В Краевой столице презентовали книгу о нашем земляке. За 40 лет в профессии Иван Пырьев снял 17 фильмов, основал Творческий союз кинематографистов, почти 20 лет руководил Мосфильмом. Одна из самых известных лент – музыкальная комедия «Свинарка и пастух» снималась в первый, самый тяжелый период войны. За «Свинарку и пастуха» режиссер получил сталинскую премию. Эти и другие интересные факты из жизни Ивана Пырьева попали в новую книгу из серии «Алтай. Судьба эпоха». Несколько лет над ней работала Елена Огнева, сотрудник Музея истории литературы, искусства и культуры «Алтая». Биографическое издание вышло тиражом в 2000 экземпляров и скоро поступит в библиотеке Края. Иван Александрович – личность неординарная во всем. И в творчестве, и в своей общественной деятельности. Это талантливейший кинематографист, который смог создать свой жанр. Если мы посмотрим количество кинозрителей, посетивших картины Пырьева, мы увидим, что самая малая цифра – это 22 миллиона кинозрителей и до 70 миллионов кинозрителей. Это действительно фильмы, которые смотрела вся страна. На этой неделе в Краевой столице определили сильнейших в первенстве Алтайского края по рукопашному бою. Призеры получили награды за счет средств губернаторского гранта в сфере молодежной политики. Кто стал первым и лучшим в сюжете наших корреспондентов? 11-е первенство Алтайского края по армейскому рукопашному бою среди детей собрало большое количество участников. На турнир в Краевую столицу приехало более 120 спортсменов в возрасте от 8 до 13 лет. В состязаниях приняли участие 7 военно-спортивных коллективов из Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска, Зонального и Советского районов края. Для многих это уже не первые соревнования. Благодаря упорству и усиленным тренировкам у начинающих рукопашников уже появились первые результаты. Изначально я был очень хлипким мальчиком и решил пойти в армейский рукопашный бой. Первые несколько лет ничего не получалось, а потом вот один раз получилось и пошло дело. Армейский рукопашный бой в настоящее время один из ведущих военно-прикладных видов спорта, культивируемых в вооруженных силах России, особенно в воздушно-десантных войсках. Поэтому занятия и соревнования по армейскому рукопашному бою являются одними из лучших средств подготовки до призывной молодежи к службе в армии. Кроме того, эти соревнования позволяют провести отбор спортсменов, которым уже в ближайшее время предстоит отправиться на открытое первенство Новосибирска. Уже на протяжении 11 лет мы этот турнир проводим, у нас все команды очень хорошие, привозят спортсменов хорошие. Я не могу выделить кого-то лучшие, все в одинаковых условиях. У всех спортсменов есть в каких-то весовой категории лучшие, в каких-то там есть послабее ребята. В итоге большинство медалей завоевали представители спортклуба «Крепость» из Заринска, второе место у военно-спортивного клуба «Алькор» из Барнаула, третье заняла команда ДЮС США Зонального района. Все призеры получили награды за счет средств губернаторского гранта в сфере молодежной политики. Дмитрий Гладких, Сергей Сидых. Новости. Алтайские таланты проявляют себя не только в спорте. Барнаульская скрипачка Валерия Абрамова осенью этого года вошла в состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Затем последовали гастроли по городам России и Европы – Москва, Санкт-Петербург, Вена, Милан и Амстердам. На этой неделе Валерия вернулась в Барнаул. Наши корреспонденты встретились с молодой скрипачкой и узнали, в чем секрет успеха. Вот вы только что сказали очень интересное название этой стены. Это, наверное, ваша стена славы, да? Но я бы сказал это по-другому. Скорее, это стена плача, потому что здесь столько слез пролито и учениками, и нами, педагогами. На снимках одни из самых памятных моментов музыкальной жизни заслуженного работника культуры России, преподавателя музыкального колледжа Олега Абрина. Здесь и выступление с оркестром Спивакова, совместное фото с известными музыкантами – Сахаром Броном, Виктором Третьяковым, Максимом Венгеровым и многими другими. Среди этой палитры талантов в левом нижнем углу ученица Валерия Абрамова. С недавнего времени скрипка в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В который она попала, состав оркестра, прошло тоже как бы четыре тура отбора. Это в городах, где слушают этих ребят, комиссия специально ездит из оркестра, потом приезжает на третий тур, приезжает Башмет. Ну а как бы четвертый тур – это уже когда их отобрали, и они уже там в Москве на местах еще раз играют, и тогда по уровню их подготовки их рассаживают в оркестре. Сильных музыкантов первую линию, слабее вторая и третья. Ученица Абрина впереди. Несколько недель интенсивных репетиций под руководством Юрия Башмета. Гастрольный тур – Москва, Санкт-Петербург, Вена, Милан и Амстердам. И вот Валерия снова в Барнауле, но вместо отдыха – любимый музыкальный колледж и работа со своим педагогом над сольной программой. Сейчас во Всероссийском юношеском оркестре временный перерыв. Валерия готовится к конкурсу, который стартует уже в следующую среду в Москве. Мерзляковка приглашает друзей. Ежедневные репетиции по 3-4 часа, в выходные по 5. И это еще все в перемешку со школы. При этом скрипачка говорит – никаких жертв. Музыка – это любовь с детства, и от игры она не устает. Ну, в 5 лет, когда я была маленькая, в 5 лет в детском садике мы ходили на концерт. Ученица моего преподавателя Абрина Олеговича, Даша Кулишкина. И я услышала, как она играет, и в этот же день я попросила маму отвезти меня в музыкальную школу. Ну, и все, как-то меня дали музыкальную школу, мне понравилось, и все так пошло. О дальнейших планах сейчас Валерия рассказывает неохотно. Говорит только, что Всероссийский юношеский оркестр – это только первая ступень. И скрипку выпускать из рук она не собирается. Антон Скаль, Вадим Быстревский, новости. В подъезде обычной многоэтажки Барнаула появились картины. Настоящую галерею создала художница из Испании, наша землячка Ирина Шутова-де-Парра. Роспись прямо на стенах подъезда увидела и наша съемочная группа. На улице снег и ветер. А здесь кажется теплее даже потому, что на стенах летние пейзажи. Роспись в подъездах становится все популярнее. Как знать, может в скором будущем это станет новым видом коммунального искусства. Подъезд многоэтажки на улице Исакова художница из Барселоны Ирина Шутова разрисовала всего за несколько дней. В этом доме прошла ее юность. Здесь жили родители. Здравствуйте. Буэнос дес. Буэнос дес. Инженер-математик по профессии, художник по призванию. Ирина Шутова-де-Парра переехала за границу 20 лет назад. Живет в Барселоне в районе Сан-Андрео. Входит в союз художников, участвует в выставках, дает частные уроки. По словам художницы, Испания – страна цветов. Они повсюду, даже в зимние месяцы. Поэтому цветочные узоры на стенах родного дома не случайны. К творческому процессу присоединились соседи. Так сложилась художественная бригада. Не только я, а потому что жильцы, мужчины, женщины. Мы объединились и показали, что это может сделать любой, любой подъезд в городе Барнауле. Ведь эта девятьэтажка-то обыкновенная. Можно, можно. Что мы в силе сделать красоту и жить в красоте. Набор инструментов элементарный. Пара кистей, обычная водоэмульсионка и немного пигментов. Рисунки художницы теперь украшают все девять этажей. Нам очень нравится, и мы с соседями даже спорим, чей этаж лучше. Вот наш этаж лучше всех. Гостей, которые к ним приходят, они стараются провести экскурсию до этажа, где они живут, чтобы посмотреть, какую красоту нам на память сделала Ирина Владимировна. Художница Ирина Шутова-де-Пара скоро вернется в Барселону. Ну а жители дома говорят, теперь будут реже пользоваться лифтом, чаще ходить пешком. Ольга Галютина, Роман Хайрулин. Новости. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова